Ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил 7-месячный поход. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил 7-месячный поход 16.21.08.2020 года РИА Новости, Геннадий Мельник Ракетный крейсер «Маршал Устинов» РИА Новости, Геннадий Мельник Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Архивное фото Мурманск, 8 февр РИА Новости Ракетный крейсер «Маршал Устинов», средний морской танкер «Визьма» и спасательный буксир СБ-406 успешно завершили выполнение задачи дальнего похода, длившегося около семи месяцев, и прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове, сообщила пресс-служба флота. Крейсер был пришвартован в главной базе Северного флота «Североморский» к своему штатному причалу, по другую сторону которого стоит тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий». За время похода ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошел около 42 тысяч миль, это расстояние составляет более 77 тысяч километров, длина окружности земли по экватору 40 тысяч км, говорится в сообщении. 9 января, 15.44. Путин поблагодарил за службу моряков крейсер «Маршал Устинов». С возвращением в родную базу починенных поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил важность выполненных Североморцами задач боевой и оперативной подготовки, а также их миссию по демонстрации Андреевского флага в иностранных портах и в Мировом океане. Командующий флотом выразил экипажам ракетного крейсера «Маршал Устинов» из судов обеспечения благодарность, а также вручил награды, грамоты и подарки отличившимся военным и гражданским морякам. Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» из судов обеспечения продолжался с 3 июля и занял более 7 месяцев, 220 дней. Сначала североморцы прибыли в Кронштадт для участия в главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера из судов обеспечения были задействованы в учении военно-морского флота России «Океанский щит-2019». Затем североморцы в течение двух месяцев, с конца августа по конец октября, действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. 9 августа 2019 года, 022.55 новое оружие России. Атомный подводный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты африканских государств Республики Каба-Верди, Экваториальной Гвинеи и ЮАР, а в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайское и ужно-африканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. В нем приняли участие фрегаты военно-морских сил Народной освободительной армии Китая Вэйфан и военно-морских сил ЮАР Аматола, а также вспомогательные суда ВМС ЮАР. В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Черном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Головнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин. Североморцы выполнили поставленные задачи как в Северном, так и в Южном полушарии. Экватор они пересекли в золотой точке с нулевыми координатами, отметили на флоте.